Сегодня в программе агробизнес. Индейка вместо курицы. Заморская птица поселяется в России. Прочь иллюзии. Эмбарго на экспорт зерна останется до глубокой осени. Межеумок, он же кудряш. Стоит ли сеять масличный лен? И гусыня в награду. За что дерутся лучшие гусаки России? Не с петушиного, а с индюшиного крика. Теперь начинается утро в поселке Октябрьский. Из старых цехов убрали клетки и внедрили новые технологии. Например, все лекарства идут через митикатор. И делаем это, например, один на сто. И порциями в течение суток лекарство поступает птице. Кормят заморских птиц специальным комбикормом. В рацион добавляют пророщенные зерна, овощи и свежую зелень. В еде индейки гораздо притязательнее кур. Зато при правильном содержании они более устойчивы к традиционным птичьим болезням. Оспе, гистомонозу или чуме. Более известный как птичий гриб. В поселке Октябрьский на площади в несколько гектаров все. От инкубатора для младняка до мясоперерабатывающего завода. В этом цеху более 23 тысяч индюшат. Цыпленок стоит около 200 рублей и весит всего 200 граммов. Однако уже через полгода он вырастет в 15-килограммовую птицу. И стоить эта индейка будет уже полторы тысячи. Производство мяса индейки намного выгоднее. Рентабельность получается где-то 70%. У кур намного ниже. К 2015-му производство мяса надеются довести до 20 тысяч тонн. Неподалеку от фермы уже начинают строительство крупного репродуктора. Бизнес-план выиграл республиканский конкурс инвестиционных проектов и получил финансовую поддержку Минсельхоза Татарстана. Часть денег взяли в банках под кредит. Общая сумма вложений чуть более полутора миллиардов рублей. По плану в течение двух лет в Близзельнодольске появится 30 птичников и инкубатор для яиц. Проблем с реализацией продукции не будет, уверена Агрария. Сильниковые тушки берут, разделки берут. И дети берут индейку, куковые энергии, например, ребенка берут, грудинку все берут. И бабушки также берут. Потому что индейка дешевле, чем говядина стала. Россия является крупнейшим импортером субпродуктов и мяса индейки в мире. Привозная продукция занимает около 40-50% рынка. А значит, в отрасли есть серьезный потенциал для импортозамещения. Минсельхоз России планирует увеличить производство мяса индейки в четыре раза к 2012 году. По оценкам экспертов, инвестиции в строительство репродукторов и крупных ферм могут превысить 1 миллиард долларов. Впрочем, индейка – это не только диетическое мясо, шутят фермеры. В поселке Октябрьский намерены наладить производство удобрений и продажу перьев птицы. Если в центральной части России к весеннеполевым работам только готовится, то на юге страны все в самом разгаре. На Ставрополе уже засеяно 55 тысяч гектаров. Сейчас поля обрабатывают удобрениями. Работы идут по плану и у местных сельхозпроизводителей виды на будущий урожай пока хорошие. Потому что зима была хорошая, снег накрыл хорошо, а зимы влаги очень много. В прошлом году на Ставрополе было собрано 7 миллионов тонн пшеницы. Большая часть зерна реализована, но в хранилищах края до сих пор лежит миллион тонн. Часть собственников придерживает товар в ожидании лучшей цены и отмены экспортного эмбарго. Однако позиция федеральной власти здесь однозначна. Те, кто провоцирует вот так и говорят, что давайте вот подержите зерно, они просто подставляют сегодня тех, кто реально сегодня вот это зерно вырастил, но его держит и надеется, что завтра, послезавтра откроют экспорт и он продаст это зерно не по 6,5 тысяч рублей за тонну, а по 10-12. Мы пока считаем, что есть и другие точки зрения экспертов, которые говорят, пока рано об этом говорить, давайте все, закончим уборку, посмотрим балансы. Кстати говоря, а зимы выжили не везде. Пересеивать придется 10% площадей. В масштабах страны 4,5 миллиона гектаров. А это дополнительные затраты и крестьян, и бюджета. Так что ошибиться с реализацией будущего урожая никак нельзя. Мы даже несколько сократили озимые зерновые, увеличили площади под горохом, увеличили площади под сахарной свеклой, потому что это культуры более ликвидные. Хорошо цена высокая и хорошо расходится. Особое внимание правительство уделяет развитию малых форм хозяйствования. Выделено 3,7 миллиарда рублей на компенсацию затрат Росагролизинга с целью продажи техники со скидкой в 50%. В первую очередь ее получат фермеры и личные крестьянские хозяйства. В прошлом году именно они произвели 70% сельхозпродукции с Северокавказского федерального округа. В Москве прошло расширенное заседание Россельхозбанка, в котором приняли участие представители 78 региональных филиалов банка. Основным вопросом к обсуждению стало финансирование сезонных сельскохозяйственных работ. Всего в банке забронировано порядка 105 миллиардов рублей на проведение сезонных пассивных работ. На 45 миллиардов рублей уже поступлено заявок. Мы активно в настоящий момент занимаемся их рассмотрением. И все заявки будут удовлетворены. Дмитрий Патрушев отметил, что банк по-прежнему держит курс на снижение процентных ставок по кредитам, а также проводит работу по информированию сельхозпроизводителей о существующих кредитных возможностях. Во второй половине марта в России резко снизились оптовые цены на гречку. Больше всего почти на 8 тысяч рублей за тонну в Центральном Черноземье. Почти 5 тысяч рублей потеряла гречка в Западной Сибири. В то же время розничные цены на эту крупу повышались в марте от 1 до 2 процентов в неделю. В начале 2010 года тонна гречневой крупы в опте стоила 19 тысяч рублей. Сегодня от 70 до 80 тысяч. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России к 1 марта 2011 года составило 20 миллионов голов. Это на 3 процента меньше, чем годом раньше. Производство говядины за год сократилось на 11 процентов. Основная причина – двукратное подорожание кормов после засухи. Какие культуры сеять, чтобы получить гарантированно высокую прибыль? Для хозяйств, пострадавших от засухи, этот вопрос сегодня решающий. Специалисты советуют разнообразить структуру посевов и наряду с зерновыми сеять масличные культуры. Например, лен. Расчеты показывают, что экономически выгоднее заниматься льном, чем даже любыми зерновыми культурами, хоть озимой, хоть и чименем. И выращивание одного гектара льна, в принципе, равноценно получению озимой пшеницы с одного гектара в 42 цента раз гектара. Зимой в Волгоградском хозяйстве «Ударник» технологию возделывания льна изучали все – от трактористов до агрономов. Особенностей много – семена мелкие, текучие, норма высева в 4 раза меньше, чем у зерновых. Вот высев у него стоит 50 килограмм, а у ящмени 170. Вот высевает кто быстрее, ящмени ли он? Конечно, лен меньше. Помимо этого, выяснилось, что масличный лен рано освобождает поля и является отличным предшественником для озимых культур. Покупать специальную технику не требуется. Уборки ведут теми же машинами, которые применяют на пшенице и ячмене. Правда, с небольшими настройками. А главное, лен круглый год востребован отечественной маслоперерабатывающей промышленностью. В составе масла до 45% содержится очень ценной линолиновой кислоты, которая является очень важным элементом для питания человека. Потому что содержится в клеточной мембране любого живого существа. Эксперты, между тем, выделяют еще одну перспективную тенденцию. До недавнего времени на европейском рынке масличного льна правили балконации. Сегодня ситуация меняется. Европейцы обнаружили там ГМО-семена и на некоторое время был наложен запрет на импорт канадского масличного льна. И в этой связи в последние пару лет возникло такое окошко экспортных возможностей для восточноевропейского масличного льна. И в это окошко полезли наши соседи-украинцы. Мы следом за ними и даже казаки присоединились к этому празднику жизни. Всего в России выращивают около 100 тысяч тонн масличного льна. Независимо от капризов мировой конъюнктуры, российские маслозаводы могут закупать семян льна в десятки раз больше. Так что в ближайшие годы серьезной конкуренции в этой нише не будет. Аккуратно тянет свою плетенку Яким Берестов. На санях в закрытой корзине везет на бой свою надежу. Павловского гуся по кличке Шустрый. Вместе с ним сидит в садке его Любушка. Так заводчики меж собой величают любимую гусыню. Так, смотри, ну бело здесь. Так и держат. Деда держали, отцы держат. И мы будем держать. Из фургонов, прицепов, багажников гусятники бережно выгружают птицу. До поры до времени лапчатые бойцы укрыты тряпками и крышками, чтобы излишне не переживали. Волнуются и суетятся сами заводчики. Как же всего раз в году случаются гусиные бои. Ну есть, есть, а завтра, конечно, переживаешь и все. И вот нам неделя, какой недели, два месяца, можно сказать, ложишься с этим и встаешь с этим. Геннадий Хохлов – гусятник в третьем поколении. Дед и отец передали ему фамильные секреты по наследству. Их в деле воспитания гуся-чемпиона много. Взять хоть бы кормежку. Про то, что дают овес для укрепления мышц и про пользу моркови с капустой, это написано и в журналах. А вот нюанс от старого заводчика. Крапивку сушим для них. Майскую особенно. Все витамины у майской крапивы. Так что вот так и ходим за ними целый год. Целый год? Да, раз в год бои-то проходят. В боях пусть и птичьих, а все как у людей, правила жесткие. Удары в голову запрещены, подсечки тоже. Иначе свисток рефери и дисквалификация. Лидерские качества будущего чемпиона опытные гусятники подмечают с измальства. Крыльев нет, еще махнет, не только из лица вот здесь. А начинает уже схватываться. И смотришь, который гусенок, надо ее пометить. Мартовские бои гусаков совсем не людская прихоть. Природа диктует птицы, пора браться за продолжение рода. Опытные заводчики специально подходят к сараю подслушать и подсмотреть. С кем из гусынь больше всего гогочит боевой гусак. Та стала быть и Любка. Сейчас гон у них начинает, стопка. Вот он и не дает, чтобы гусина ушла налево. Сверхлоган перевернул. И трех, трех и уколол так. Что для народа забава, для заводчиков селекция. Именно здесь выявляются лучшие представители породы, от которых дальше будет укрепляться род Павловской боевой. В общем, все как по Дарвину. Выживает сильнейший. Ну, проиграть, значит, я гуся ликвидирую. Носок, по-русски сказать. Отрубаю башку, и мне такой гусь не нужен уже. Гусиным боям в России больше 400 лет. В годы Великой Отечественной Павловскую боевую едва не потеряли. Сегодня, благодаря любителям, которые носятся со своими гусями, как курица с яйцом, породистое племя возрождается. Мы не научились ценить все русское. Вот мы навезли, допустим, зарубежных генуэзских, тулуфских гусей. За рубежом они ценятся. А за рубежом, оказывается, сохранили нашу павловскую породу птицы. А больших призов на гусиных боях не бывает. Только что лапчатый боец Николая Буйлова принес своему заводчику конвертик. А в нем одна тысяча рублей. Гусятник больше потратил на дорогу, пока вез птицу с самой тулы. Но разве это главное, когда конкуренты жмут руку и встали в очередь, чтобы получить знатное гусиное потомство?